Всем привет! Сегодня очередное видео из серии бюджетные находки. И вы знаете, я крайне редко делаю какие-то моноролики, в которых рассказываю конкретно о каком-то бренде. Но после того, как я открыла для себя тональный крем от Everline, вообще спасибо вам огромное за такое доверие. Так многие из вас купили его по моей рекомендации, что самое приятное, он стал и вашим любимцем. Это самый главный показатель, и вы меня просили о том, чтобы я попробовала какие-то средства, чтобы я поделилась своим мнением. И оказалось, что у Everline так много классных средств, о которых не просто никто не говорит, мне кажется, что о них даже не знают. Мне хотелось бы это немножко изменить, потому что они очень и очень заслуживают вашего внимания. Давайте поскорее начнем. Итак, я тут недавно красилась и записывала весь процесс макияжа, пока болела и не могла разговаривать. И первым делом я нанесла вот такой увлажняющий бустер. Это что-то как эссенция сыворотка с гиалуроновой кислотой, с витамином В5. Вы знаете, что я люблю такие средства. И также здесь есть центалоазиатская и ферменты. И Everline утверждают, что эта эссенция гидратор должна интенсивно увлажнять нашу кожу. Я скажу так, я использовала ее в качестве базы под макияж. И она не слишком липкая, какими часто бывают всякие гиалуроновые сыворотки. Она не ощущается очередным слоем на лице. У нее такая приятная свежая душка, довольно сильная, но мне она нравится, мне это не мешает. Я была настолько удивлена тому, как равномерно распределялся мой макияж по этому средству. И ничего не скатывалось. Мало того, весь день кожа была в каком-то таком комфортном состоянии. Она действительно не пересыхала, при том, что я использовала матирующую пудру, что мне не особо свойственно. И целый день кожа была в каком-то таком балансе. И я начала экспериментировать с разными тональными средствами. Каждый раз макияж с вот этой штукой выглядел безупречно. Мне кажется, что это довольно универсальная вещь, которая подойдет любому типу кожи. Еще один момент, это консистенция. Она как бы немножко гелевая. И когда начинаешь распределять эту вещь по лицу, я наносила на тоник, на крем по-разному и пробовала с разным уходом. Эта эссенция такая немножко как бы вязкая, но она очень быстро впитывается. И на моей слегка суховатой коже сейчас она очень хорошо себя проявила. Также я попробовала патчи под глазами. У меня сейчас осталась только пустая упаковка. Вот так она выглядит. То есть это классические гидрогелевые патчи, которые мы можем купить, ну можно сказать, поштучно. То есть такой упаковки хватает на один раз. И они тоже оказались очень хорошими. Они как бы убирают отеки, разглаживают морщинки, немножко подтягивают кожу под глазами. Если где-то увидите их, то тоже советую попробовать. Сегодня я покажу только те средства, которые мне прям очень сильно понравились. Поэтому я все буду максимально нахваливать и советовать. Теперь тени. И так забавно, ровно год тому назад, на 8 марта, я впервые заговорила о тенях от марки Everline. Тогда я выполняла макияж при помощи их палетки Rose из вот этой линейки. И сейчас еще раз подтверждаю то, что говорила и год тому назад. И на протяжении всего года говорила, что если хотите какую-то хорошую, недорогую палетку теней, то присмотритесь к вот этим теням. У них очень хорошее качество. Они очень просто растушевываются. У них хорошая пигментация. Вы можете сделать и какой-то нюдовый макияж, и более интенсивный. У них такая актуальная цветовая гамма. Сейчас у меня в руках палетка под названием Burn. И здесь есть такие базовые оттенки, которые вы можете использовать на каждый день. Или же красноватые, тоже розовое золото. Здесь присутствует классическая стандартная бронза. Если вы еще не пробовали эти тени, то вы многое теряете. Действительно очень хорошие. И сейчас у бренда Everline появились тени вот такой упаковки. Здесь 8 оттенков, а здесь 12. И изначально у меня были очень завышенные ожидания к этим теням, так как у меня уже есть опыт использования теней Everline. И я просто так взяла кисточки вечером и начала краситься. Как же сильно я обалдела от того, что эти тени стали еще мягче, еще более пигментированные. И потом в качестве эксперимента я взяла спонжик, который был здесь в палетке и начала наносить, наслаивать тени при помощи аппликатора. И оказалось, что это не просто можно, но еще и нужно делать. Эти тени вообще не осыпаются. Я как-то села краситься и просто включила камеру для того, чтобы записать весь процесс. Вы сами можете убедиться, насколько просто и быстро можно сделать такой насыщенный smokey eyes. Мне нравится, что здесь как бы есть такие интересные оттенки, которые помогают нам поиграться с макияжем. И даже если вы не профессионал, у вас все получится. Здесь есть два сатиновых оттенка и казалось бы, что они какие-то такие желтые и слегка оранжевые. Вы знаете, если наносить их в небольшом количестве, то просто поверх этих теней делается более плавная тушевка. Они сатиновые и я очень часто использую именно сатиновые тени под бровь, не что-то такое сияющее. Это смотрится гораздо более элегантно и все оттенки, как я сказала, создают такую плавную дымку, плавную растушевку. И камера не может полностью передать всей красоты, но в жизни это смотрелось настолько дорого, настолько, ну как будто я использовала тени раз в 10 дороже, чем на самом деле. И также в жизни этот макияж где-то в два раза более интенсивный, чем вы видите на экране, так как камера очень часто съедает все оттенки, все какие-то красивые переливы. И мне настолько нравится вот этот оттенок. Он сейчас у меня на глазах. И знаете, на что он похож? На мой самый любимый тен для век от марки Armani. В оттенке 11, то есть это красивое шифоновое розовое золото с какой-то такой серинкой. Ну вот неоднозначный оттенок, он очень дорого смотрится на глазах, на веках. И сейчас у меня самый простой банальный макияж, но он очень хорошо освежает. Дальше вот этот дуахром. Я побоялась, что камера не передаст всю красоту этих теней, поэтому не стала их наносить. Но иногда я делаю Smoky Eyes и просто поверх вот так пальцем прохожусь этим оттенком. Это что-то фантастическое. Вот эти же оттенки я точно так же могу похвалить. Если где-то увидите палитру Sunrise, берите, вы не пожалеете. Где-то пару месяцев тому назад весь польскоязычный YouTube гремел по поводу вот этой подводки. Я долго не могла купить ее в магазине, так как ее смели с прилавков. Все любительницы стрелок покупали себе по 2-3. Я знаю, что профессионалы также пользуются этой подводкой, так как она является не просто бюджетной заменой подводок такого формата от Kat Von D, от Clinique. Она еще более черная. Она так быстро, плавно, просто рисует стрелки, что мне не к чему придраться. Стоит добавить только одно. То, что она настолько стойкая, пока вы лично не решите ее смыть, она никуда не сдвинется, она не размазывается. Но я должна сказать, что у меня не особо плачущие глаза, то есть они не слезятся. Но я пользовалась ее в те дни, когда я болела. Я игралась с макияжем и сидела все такая с насморком, но зато накрашенная. И все было нормально. Я вечером подходила к зеркалу, я видела идеальные мега черные стрелки. Если вы ищете хорошую подводку, то теперь вы знаете, как она выглядит и где ее искать. Туши. Ну, туши Eveline это моя давняя любовь. Если вы вернетесь к моим старым роликам, которым 4 года, а то и 5 лет, вы увидите, что одно время я прям постоянно пользовалась их тушью из линейки Celebrities. Сейчас я попробовала вот эту, это объемная тушь с такой силиконовой щеточкой, все как я люблю. И она очень хорошо прокрашивает реснички, как бы приподнимает их, завивает. И мне нравится формула туши от Eveline. Она и не слишком влажная, при этом не сухая, она очень хорошо обволакивает реснички, прекрасно на них держится. То есть, вот как зафиксируем ресницы, так они и будут в течение дня в таком же состоянии. То есть, эта тушь не осыпается, не размазывается. Это просто очень хорошая и недорогая тушь. Я до сих пор придерживаюсь своего мнения, что у Eveline получаются отличные туши. Что касается тонального крема, то я, наверное, повторюсь в миллионный раз, что это одно из лучших тональных средств, которые, в принципе, есть в моей косметичке. Даже из люксового сегмента многие тональные не смотрятся настолько живо, настолько красиво на лице, как вот это. Это капельный тон, который прекрасно распределяется по лицу, настолько просто. Причем, вы знаете, я наношу его спонжем, мне не жалко, что немножко впитывается. Просто спонж дает минимальное количество средства на лице, при этом все хорошо перекрывает. Этот тон держится безупречно в течение дня. Вот, не знаю, даже подружки по моей рекомендации покупали, кто-то там заказывает из Польши, кто не может достать. В общем, это средство просто одно из лучших в категории тональных, в принципе. И я покупала, покупаю, буду покупать. Вы очень часто спрашиваете. У меня оттенок 0,10. И он каким-то чудесным образом подходит мне. И тогда, когда я более загорелая, и когда я совсем светлая. Это, не знаю, может потому, что я пользуюсь какими-то там бронзерами, румяными и всем остальным. И это как-то так гармонично смотрится, но это не самый светлый оттенок. Я попробовала консилер, причем я не знаю, как так получилось. Но у меня довольно темный оттенок, немножко персиковый. Сначала я его вскрыла. Он продается в такой картонной коробке. И я даже не видела, какой это оттенок. Короче говоря, когда я нанесла его под глаза, у меня 0,7 Ivory. Но это далеко не Ivory, то есть он темненький. Но вы знаете, что я не люблю светлые корректоры, точнее консилеры под глаза. Не люблю, когда у меня прям сильное высветление. И он такой тоненький, он увлажняющий. И он не особо что-то перекрывает. Но когда я записывала макияж, у меня практически не было синяков под глазами. Не знаю, в чем секрет. Его нет. Просто проснулась. Бывают такие дни. И даже когда я делала такой интенсивный макияж глаз, этого консилера мне было достаточно. Но мне кажется, что большинство девушек предпочитают все-таки что-то более конкретное. Мне он понравился. Он вообще не скатался с той пудрой, которую я также попробовала от Eveline. И он меня устроил на каждый день. Неплохой вариант. Я знаю, что это довольно популярное средство. Многие его пробовали. Поэтому отпишитесь, пожалуйста, чтобы у других девушек тоже было представление об этом продукте. Но не знаю, я второй раз, наверное, купила бы его. Сейчас пользуюсь. И вообще многие средства меня настолько радуют, что я продолжаю ими пользоваться не только для какого-то одноразового теста. И также у Eveline есть несколько пудр. Одну я заказала для битвы брендов, прессованную. А здесь у меня рассыпчатые. А то не могу говорить, потому что потом будет неинтересно смотреть битву брендов. Значит так. У меня здесь банановая пудра. По-моему, это новинка, потому что я сейчас начала видеть их у польскоязычных блогеров. Есть какая-то такая более персиковая пудра. Это именно банановая пудра. Она слегка желтоватая, она матирующая. Она пахнет бананом. Очень мелкодисперсная. И такая компактная. Мне нравится упаковка. Ну, то есть она не занимает много места. Даже если куда-то едешь, взять с собой одну универсальную пудру. И все как бы или в сумочку забросить с какой-то кистью. Значит, я люблю желтые пудры. Особенно под глаза, на зоны высветления. Я очень часто наношу такие пудры. Она не пересушивает область под глазами. Но я всегда выбираю более увлажняющие консилеры. Она дружит с каждым консилером, который есть в моей косметичке. И она не смотрится у меня на лице желтой. Ну, возможно, этот оттенок подходит конкретно мне. Я очень часто отдаю предпочтение именно таким пудрам под глаза. И мне нравится. Очень, очень, очень. Вот эту пудру я пробовала несколько раз. Наносила ее на все лицо. Она идет с матирующим эффектом и эффектом софт-фокус. То есть, как бы, когда у нас кожа такая фотошопленная. Когда скрыты поры. Когда она не намертво заматирована. А прям вот, ну, кажется такой безупречной. Как после фотошопа. И самое главное то, что она действительно это делает. Я нанесла ее на лицо. Я специально использовала все средства Эвелайн. Сначала, а потом с какими-то другими своими. И она крутая. Она просто действительно хорошая. Она вообще не видна на коже. Хотя сначала кажется такой белой. Это классическая, классно, визуально выравнивающая поры, текстуру кожи пудра. И она не бликует на фотографиях. Во всяком случае, я этого не заметила. Я снимала с ней видео. Кожа с ней смотрится очень красивой. И при этом она не перегружает макияж. Вы можете купить себе недорогой тон от Эвелайн. Вот эту пудру. И еще раз повторюсь. Это не мега мат. То есть, ваше лицо не будет выглядеть как лист бумаги. Это очень красивое такое лицо. И она мелкая, эта пудра. Она просто наносится. Честно говоря, меня марка Эвелайн очень сильно удивила за последний год. И многие средства не просто заслуживают какого-то такого всеобщего внимания. Мне хотелось бы, чтобы другие блогеры тоже их попробовали. Так как, блин, ну качество за такую цену, это конечно вообще. Значит, смотрите, дальше я, ой, дальше я пользовалась вот такой палеткой. Она у меня как-то была, я уже не помню, что о ней говорила. Сейчас вот самые свежие какие-то такие впечатления. Это бронзер, румяна и хайлайтер. Бронзер имеет очень приятный оттенок. По-польски это хайрбатник. Ну то есть, такой и не рыжий, и не красноватый. Очень красивый бронзер. И кажется, что он матовый, но на самом деле он сатиновый. То есть, он опять же очень живо смотрится на лице. Сегодня я нанесла его прям много. Чтобы у меня была какая-то такая скульптурность на лице. То есть, чтобы я не казалась каким-то одним белым пятном. Особенно на фоне вот этой одежды. И он так плавно наносится. И сейчас под мой оттенок кожи с вот этим тональным кремом. Замечательно, замечательно себя проявил. Очень хороший бронзер. Румяна здесь тоже сатиновые, приятные, коралловые, такие освежающие. Сейчас они тоже на мне. Я с ними не перебарщивала. Хайлайтер нежный. Но почему-то он имеет холодный подтон. Тут уже смотрите сами, вам нравится такое или нет. Я сегодня нанесла все трио на лицо. И по-моему, это смотрится очень хорошо и так свеженько. Спрей-фиксатор для макияжа. Эволейн обещает нам увеличение стойкости макияжа. Защищает от внешних факторов без спирта. И я думала, что это будет что-то в стиле Мак Фикс Плюс. Ну то есть, когда ты наносишь спрей поверх макияжа, все хорошо усаживается. Как будто макияж такой, знаете, и не видно потом ни пудры отдельно, ни тонального крема. Всего того, что мы на себя наносим. То есть, макияж как бы смотрится легче. И особенно такие спреи важны и нужны сухой кожи. Какой-то обезвоженной. Или если вы используете более плотные тональные кремы. И очень часто спреи такого плана, которые представлены на рынке, да, они дают эффект влажного лица. Когда я попробовала этот спрей, ну, макияж как бы мокрый, да, здесь не самое мелкое распыление, но нормально, да. Я нанесла, он впитывается и он не дает такого жирного блеска. То есть, мне кажется, что здесь то ли меньше глицерина, я не смотрела, что в составе. Но макияж не смотрится как жирный блин. И мне не приходится поверх этого всего наносить еще раз пудру для видеосъемки, для чего-то еще. Очень классная вещь. Компактная упаковка. И вот когда я использовала все в комплексе, то есть, вот это, потом тональный крем, пудру и фиксатор, макияж выглядел, ну, идеально в конце дня. Вы очень часто видите меня во влогах, в каких-то сториз. И, я не знаю, многие средства вот прям советую попробовать, потому что это настолько приятная для нашего кошелька цена. И даже когда хочешь попробовать какую-то новую категорию средств, скажем, или поиграться с макияжем, и у вас что-то, не дай бог, не получится, или вы поймете, что это не ваш оттенок, то, в принципе, ничего такого критичного, страшного не произойдет. То есть, это не будет настолько ущербно для нашего бюджета. Что теперь? Помады, средства для губ. Вообще, они заслуживают отдельного видео, так как все то, что я попробовала из каждой категории, то есть, будь то классическая помада или глосс, или какая-то такая матовая помада, помада с карандашом, все они хороши. И о каждом оттенке хотелось бы рассказать как можно больше. Но я постараюсь не затягивать. Мне хотелось бы сегодня с вами, знаете, так побеседовать, не спеша, не как будто я опаздываю куда-то там на поезд. В общем, то, что у меня сейчас на губах, это жидкая матовая помада. Она стойкая, она не отпечатывается, она хорошо держится. У нее такая формула, как немного взбитое суфле. И она наносится тонким слоем, застывает, никуда не съезжает, не перемещается. Даже когда съедаешь что-то более жирное, она не отваливается кусками, она очень равномерно сходит с губ. Оттенок у меня в упаковке, он кажется таким пыльно-розовым, это 0,5. Но на деле это настолько весенний, освежающий цвет, тоже универсальный. И он не настолько яркий, которого могли бы бояться многие девочки. Если вы хотите себе какой-то классный цвет именно на весну и лето, я буду советовать эту помаду. Я уже знаю, я уже готовлю ролик о мастхевах на весну, возможно и лето. Я посмотрю, как я его назову. Но оттенки, я не знаю, кто сейчас работает над ассортиментом Everline, но если смотрите это видео, вы огромные молодцы. Оттенок 04, это тоже написано Delicate Rose, но не совсем-то он такой и безобидный. То есть это такая лилово-розовая помада, все как я люблю. Вы знаете, какие оттенки я предпочитаю. Иногда я что-то советую. Из дорогого сегмента я говорю, вот за цвет я готова простить цену. И тут вам не придется идти на какие-то жертвы, так как и формула помады. То есть это жидкая матовая помада. Но есть такие, которые прям беспощадно сушат губы, а есть, которые комфортно ощущаются. И это относится ко второй категории, которая где-то, вы знаете, на границе комфорта, стойкости всего, в каком-то таком идеальном балансе. Я хотела бы посмотреть, какие еще есть оттенки в этой линейке. А сейчас несколько слов о глоссах. Раньше я их не видела. Мне кажется, что это какая-то новинка. Что такое глосс? Это более пигментированный, более стойкий, современный блеск для губ. Мне нравятся оттенки. Они так хорошо смотрятся с любым макияжем. И вообще, короче говоря, и формулы у них какие-то такие классные. Пахнут чем-то таким жвачно-конфетным и тоже хорошо наносятся. Они не склеивают губы, комфортно ощущаются, ухаживают за губами. Даже специально, когда я записывала свотчи, видно, что я промакиваю один блеск, и губы остаются такими, знаете, очень ухоженными. Это важно, когда пользуешься такого плана средствами, что они не просто красиво смотрятся, они еще и оказывают какое-то дополнительное действие на губы. В общем, мне они понравились. Они очень классные. И оттенки универсальные, которые хорошо подойдут всем типам нежности. Есть такие более молочные, светлые оттенки. Есть универсальные, которые я люблю. И не холодные, то есть без ржаны, но и не слишком розовые. А есть такие карамельные, которые сейчас, вот знаете, там Ким очень часто носят и так далее. Поэтому обратите на них ваше внимание. И вот эти помады, тоже классные, в золотистой упаковке. Здорово, что сразу виден оттенок. Очень часто даже в дорогих брендах приходится открывать все колпачки, выискивать или по названиям смотреть. И тут снова такая ситуация, что я попробовала несколько оттенков, и все они хороши. Эта помада имеет такую кремовую консистенцию, но она не наносится плотным слоем. И даже когда это какой-то нюдовый оттенок, он не смотрится как замазка на губах. Тоже ухаживают за губами. Упаковка выглядит роскошно. Правда, она легенькая, но когда ты носишь несколько помад в сумочке, то это преимущество. Вы согласны? Самый мой любимый, это 699. Вот безупречный нюд. Тоже похожая душка, но не слишком, знаете, явная. Я думаю, что многим она придется по вкусу. Ну, то есть, понравится, да? Вот. И когда-то у меня были помады от Evaline. По-моему, сейчас их просто изменили. Тоже я считаю, что средства для губ у Evaline очень хорошие. Вот этот оттенок. На весну очень красивый. 714. В общем, я напишу вам все в инфобоксе, что мне понравилось. И также постараюсь вам показать их на губах. И вот еще один оттенок, который я откопала в своей сумочке. Это 717. Я уже давненько им пользуюсь. И красивый. Прям, знаете, такой... Я покажу его как-то в аналогах люкса. Прям с чем он один к одному. Ну, в общем, это такой оттенок, как я люблю. Те цвета, которые я выбираю в каждом бренде. И давайте последнее в категории средств для губ. Это такие наборы из линейки All My Lips. И там есть такие коричневые. Всякие, в общем, разные нюдовые. Но я выбрала два наиболее характерных для меня лично. Покупая такой набор, вы получаете жидкую матовую помаду. Которая тоже очень хорошо пигментирована. Она просто наносится. И сразу к ней идет очень хорошо подобранный по оттенку карандаш для губ. Кстати, карандаш деревянный, но сразу идет с точилкой. И о помадах я уже сказала, что они хорошие. А карандаш тоже мягкий, плавно наносится, неплохо держится в качестве самостоятельного средства. Но если вы запечатаете его вот этой помадой, то вообще будет держаться на ура. И классический оттенок у меня здесь красный. Причем это такой красный, который подчеркивает белизну зубов. И согласитесь, когда у тебя миллион нюдовых помад, и ты хочешь купить себе красную на пару раз, то гораздо приятнее купить что-то недорогое, при этом не уступающее по качеству каким-то помадам, о которых говорят все на каждом углу, которые знают все. А эта красная помада точно так же не подведет вас в любой ситуации. Она не отпечатывается, она матовая, она смотрится дорого на губах. Но не забывайте, когда вы используете жидкие матовые помады, перед этим просто увлажните губы каким-то бальзамом, промокните их и дальше наносим помаду. Что касается декоративной косметики, то это все. Фу, я не верю. Много всего было. Давайте теперь несколько уходовых средств. Есть у меня несколько фаворитов, которыми я пользуюсь длительное время, которые обновляю. Поэтому я скажу только в двух словах, так как уже упоминала их. Это мицеллярная вода у меня увлажняющая. Как минимум она не жжет глаза, она хорошо удаляет косметику, она не пересушивает кожу. Очень часто, когда я крашу ресницы, я пачкаю века. И потом, когда удаляешь какой-то мицеллярной водой не самого лучшего качества, у меня сохнут веки. С этой все прекрасно. У нее очень нежная, практически неощутимая душка. Для меня это дополнительный плюс. И второй фаворит это питательное масло для кутикулы. Это вообще шикарная вещь. Оно густое, пахнет чем-то таким вкусным, сладко-тропическим. И мне нравится то, что оно не растекается по ногтям. То есть наносим капельку, и потом все это хорошо распределяется. Но самое главное, что оно действительно хорошо питает кутикулу. И долго ощущается этот результат. То есть это не на две минуты. Поэтому я постоянно покупаю это масло. Это уже не первая моя бутылочка. И теперь уже точно все. Я надеюсь, что вам понравился такой очень, как мне кажется, объемный обзор. Подробный, со сводчами, со всем остальным. Если вам понравилось, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Еще раз скажу, что все средства, которые я попробовала, мне правда нравятся. Потому что после каких-то обзоров вы мне пишите, Оль, а правда, что тебе так нравится этот тон? Если я что-то говорю здесь на своем канале, то это действительно так. На этом будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.